Дорогие зрители, под последним видео нам задали такой вопрос. Как мы добились того, что у нас столешница без плинтуса? То есть у нас идет столешница и сразу начинается плитка. Сейчас вам Сережа расскажет, как мы этого добились. После того, как сделали ремонт, выравнили стены, поклеили обои, фартук не делали, установили кухню. После установки кухни приехали замерщики, замерили столешницу, ее изготовили, приехали и установили. После этого обои, которые здесь были, их вырезали и вместо них уже положили плитку. Принцип такой же, как ванна. Поставили ванную и сверху на ванну укладывается плитка. Вот здесь то же самое. И после этого все стыки между плиткой и между столешницей затираются затиркой. Мы использовали эпоксидную, можно использовать любую. Не вижу в этом никакой разницы. Кому какая больше нравится. Также не влияет какая столешница. Может это из ламинированного МДФ, ДСП, пластиковая любая. У нас искусственный камень. Разницы не вижу. Соответственно, здесь в углу, где у нас шкафчик, сделали маленький плинтус. Так как здесь у нас фартука нету и стык между столешницей и шкафчиком, какой-никакой, там все равно есть. В случае, если мы здесь разольем воду, чтобы вода туда не попала, мы сделали маленький плинтусик. Точно такой же плинтусик мы сделали с другой стороны, возле стены. Еще один нюанс. При установке столешницы, когда устанавливали столешницу, ее вплотную к стене пододвинули, мы там ничем не промазывали. Никакими герметиками, ничего. Она вплотную к стене встала и плитка легла на столешницу. После того, как вы сделали затирку, туда никакая вода, ничего не попадает. Плинтусы мы отказались просто потому, что он нам не нравится. Они как-то, ну, не знаю, на мой взгляд, они красиво выглядят. Почему не выкладывали сразу же фартук, когда делали лимон, да, обои там и так далее? Многие выкладывают фартук и потом устанавливают кухню. Очень сложно подобрать высоту, на какую надо укладывать плитку. Надо знать толщину столешницы, надо знать высоту мебели, надо знать высоту ножек, сможем ли мы под это все подогнать, ну, кухню или нет, чтобы она встала именно под плитку. Чтобы потом нижний шок тогда замазать только. Вот. Поэтому считаю, что это не самый легкий вариант по установке кухни был, но мы вот решили таким образом. Вот. Плюс, что самое сложное еще в этом, да, можно посчитать, что при установке, там, если кухню можно рассчитать, да, то посудомоечная машина у нас встала только в одном варианте, там только уровень отрегулировали и все. Выше и ниже мы ее пододвинуть уже не могли. И пришлось всю мебель ровнять по посудомоечной машинке. Соответственно, от посудомоечной машинки уже высота всей кухни зависела, плюс столешница. И только после этого мы смогли установить плитку. Еще один нюанс, да. При заказе, когда мы заказывали кухню, да, мы, ну, с цветом уже как бы определились, да, эту плитку мы хотели еще с предыдущей нашей квартиры, и мы знали, какой размер у нас будет, да. Там, где заказывали кухню, нам пошли навстречу, нам дали образцы фасадных материалов, которые у нас будут. То есть мы приехали в магазин, приложили к этой плитке, подойдет она нам или не подойдет, как она будет смотреться. Нас все устроило. Соответственно, образцы мы в магазин вернули. Вот. То есть с плиткой тоже было решено. Поэтому высоту, как бы, всей конструкции, да, высчитывали из расчета, какая будет плитка. То есть некоторые здесь делают, ну, там, 60 с чем-то сантиметров расстояния. У нас здесь ровно 60. Вот. Мы присчитали, сколько у нас плиточек будет, приблизительно рассчитали между швами, сколько будет зазор. И пришли к выводу, что 60 нам хватает. Если бы мы сделали чуть больше или чуть меньше, да, чуть больше бы у нас или зазор был бы больше, или где-то обрезанная плитка была, ну, по высоте. Мы не хотели. Мы хотели, чтобы плитка везде целиком выдержала. Ну, вот. То есть, в принципе, не нужно бояться укладывать плитку на столешницу. Точно так же не нужно бояться... Это затягивает время, скажем так. То есть, это заказ кухни. Потом, после установки, монтажа самой мебели, это вызов замерщика. Изготовление столешницы. И только после приезда установки столешницы, это укладка фартука. Это затягивает время. Вот. Ну, у нас, как бы, позволяло это все сделать. Я хотела сказать о том, что не нужно бояться точно так же делать и в ванной. То есть, нам сначала установили ванну, и только потом на ванну укладывали плитку. Ну, так вообще, в принципе, везде должны делать. Ну, да. Ну, у меня вот некоторые есть знакомые, да, которые сначала положили плитку в ванну, и потом уже задвинули в ванну и пытались там какой-то из плитки бордюрчик там выложить. Ну, не знаю. Я видел фотографию, мне это крайне не понравилось. Ну, мне кажется, что лучше вот так заморочиться. На самом деле, здесь ничего сложного нет. Бывает, знаете, выкладывают фартук, и потом так получается, что очень большое расстояние вот здесь, да, и кто-то даже вешает верхние шкафчики на плитку, и у вас, ну, внизу, я видела такое, получается, ну, засолок. Нет, у нас просто еще получилось так, что у нас здесь уровень вверху, то есть у нас вот эта конструкция, она была собрана изначально, то есть ни выше, ни ниже, она вровень, и она выложена сразу, ну, повешена. Ну, то есть под вот этот пенал. И мы уже устанавливали плитку конкретно сюда. То есть у нас не надо было упирать верхние шкафчики в плитку, то есть чтобы получилось пенал, мы пододвинули с одной стороны в плитке, да, верхние шкафчики мы на плитку поставили, и у нас здесь зазор, да, получился. Или некоторые там делают, что когда шкафчики под углом висят, то есть низ ложится на плитку. Так что, да, как-то так у нас на предыдущей квартире двухкомнатной также была, Сережа сам устанавливал столешницу, которую мы сами делали из массива, да? Да. Если хотите, посмотрите, и там мы просто, ну, уже не успели, да, положить плитку, но там точно так же... Планировалось все то же самое. Так что никакого секрета здесь нет, не надо бояться, надо, чтобы было желание, и делать так, как вам нравится. Нравится сплинтусом делать сплинтусом, не нравится сплинтусом делать так, чтобы его не было. Ну, не такие это, ну, я говорю, затраты в данном случае только по времени. Все, никаких дополнительных денежных затрат здесь не было. Глаза боятся, руки делают. Главное, контролировать своих рабочих. Все, надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос, надеюсь, что мы вам хоть как-то помогли. Будут вопросы, да, пишите. Да, пишите, спасибо за просмотр. Поддержите это видео пальчиком вверх. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok